что меня раздражает в машине вот этот непонятный скрип пластиковых соединений давно у нас не было тематической распаковки не правда ли всем привет меня зовут саша вы на канале посылки из китая сегодня на распаковке 6 посылок автомобильной тематики я думаю однозначно кому-то что-то пригодится автолюбителям естественно да и не только на подарок присмотрите поехали первый товар и это очень липкий коврик почему очень липкий но потому что он даже в руках вот здесь уже просто приклеивается и особо не хочет отваливаться в общем если вы его прилепили на какую-либо поверхность он без проблем будет держать телефон нож ключи брелки у продавца на картинке он даже бутылку держит на самом деле это неправда пустая бутылка прилипает всего на пару секунд думаю коврик пригодится тем кто любит закинуть что-либо на панель примеру мой телефон в рифленом чехле но все равно во время движения ковер его держит очень надежно правда практически в горизонтальном положении есть конечно и минусу этой подложки собирает очень сильно пыль но проблема решается струей воды также можно прилепить коврик на панель приборов и телефон будет в надежных руках маленькой липучки это у нас портативный толщиномер в комплекте идут калибровочные пластинки 2 миллиметра полтора миллиметра в общем в таком духе большущие инструкции все на английском языке и еще какая-то бумаженция ясно клинопись какая-то и чехольчик правда чехол реально рассчитан на таких два прибора как только достали толщиномер вам нужно его откалибровать для этого зажимаем кнопку мод нажимаем кнопку включения слышим звуковой сигнал и на дисплее появляется нули значит надо прикоснуться голому металлу до звука 0 есть потом следующую пластинку 005 и так далее то что появляются подсказки на дисплее закончили калибровку и идем к автомобилю в общем я делал неоднократно измерения не только на своем автомобиле могу сказать что погрешность приблизительно составляет 0 15 миллиметра но в принципе если вы будете покупать какой-то автомобиль и вам захотят в парить что-то жестко зашпаклеваны то эта штука вам поможет избежать лишних трат или срубить цену продавца вот как сейчас можно увидеть зашпаклеванный участок у нас 45 миллиметров 0 45 а голая краска просто 0 15 миллиметров но так в принципе вещь достаточно годная ссылка будет в описании здесь так сказать колхозный тюнинг здесь находится в районе 6 метров насколько я помню вот этого пластикового чуда для чего его заказал некоторые детали в машине точнее на приборке на торпеде начинают иногда если они пластиковые начинают иногда поскрипывать неприятно потому что уже расшаталась от времени если вы вставите допустим вот такие штуковины в пазы не такие штуковины а эту штуковину растяните во первых она придаст какой-то необычный вид в вашем автомобиле расцветки есть разные у продавца и плюс уберет этот неприятный скрип посмотрим проверим у меня уже кое-что расшаталась что меня раздражает в машине вот этот непонятный скрип пластиковых соединений вся панель полностью ходит ходуном это от времени ли от того что машина бюджетная но во многих машинах такое есть протянуть полностью полоску по всему периметру торпеды это у меня не получается достаточно маленький зазор влазит только вот с одной стороны и по низу здесь только кусочек все остальное очень очень плотненько прилегает ну а сейчас могу показать дать послушать так сказать как звучит скрип пластмассы сейчас то есть заметно тише если вдруг у вас очень большие щели то эта штука вам однозначно зайдет и поможет я конечно оставлять так не буду одностороннюю эту фигню поставлюсь чисто два маленьких вот кусочка вот здесь один стоит и здесь точно также обрежу все остальное наверное буду извлекать не хочу дальше расшатывать разжимать и вставлять эту штуку если вам понравилась эта фиговина ссылка будет в описании а здесь у нас посылка от всем известного продавца кафель и находится автомобильный держатель все достаточно добротно упаковано не реклама я покупал за свои бабки не надо мне писать что я продался так целая куча всякой фигни в пакетике сейчас на это все поверь проверим посмотрим пустая какая-то наклейка здесь имеется металлическая фигнюшка здесь металлическая и это не знает а 3м скотч а это у нас основной магнит сверху сам магнит покрыт каким-то слоем силикона если вдруг вы боитесь что поцарапаете свой телефон или что-то в этом духе не волнуйтесь во первых мягкий удар происходит не чувствуется как будто вы бьете вот такая в эту железку вот как здесь то здесь реально мягкий силикон но и крепится достаточно неплохо клеить я на свою машину не буду просил заказать знакомый если он согласится на эту присоску приклею покажу как оказалось далеко не все хотят себе устанавливать в машину держатели на двухстороннем скотче я не исключение поэтому чтобы показать продемонстрировать вам работу этой штуки я прибегнул к скотчу и куску бумаги внизу внутри находится металлическая бляшка из комплекта приклеиваем эту штуку держится очень добротно то есть что так что так что так абсолютно неважно и даже если где-то будет незначительная тряска то есть вряд ли вы добьетесь просто в автомобиле вот такой тряски как я сейчас трясу и он все равно выдерживает это испытание поэтому можно сказать что держатель годный и поэтому если вы не боитесь испортить панель своей машине с помощью двухстороннего скотча рекомендую эту штуку и здесь находится очередной автомобильный держатель правда уже достаточно необычной формы первый раз увидел такую вещь в продаже мне стало любопытно интересно я решил эту вещь заказать как вы уже наверное увидели на картинке эта штука крепится на автомобильное зеркало и можно поставить свой смартфон в него можно так можно так барашек крепится можно выбрать угол эти штуки раздвигаются ну прилично я думаю зеркало влезет ну хотя это все надо действительно протестировать и вот эта штука тоже свободно выдержит 5 и 5 смартфон плюс что мне нравится изначально в этой штуковине здесь имеются такие скошенные углы как бы вам так показать вот мой смартфон нестандартный asus прямые вот такие держатели крепежи очень плохо вставляется и плохо в них держится это же выполнена вещь как раз под мой asus мы под другие телефоны конечно тоже подойдет обязательно повешу протещу расскажу ощущение что к чему а вот у меня даже ассистент asus принес вот давайте по сразу по месту заценим вот чик что-то наговорил наговорила нихрена он его не держит видите да чехол оперу дает о себе знать выступает не очень для страшно трясти на самом деле ну вот при таком незначительном триасе телефон не выпадает но реально все равно страшно минутка избавил телефон от чехла и короче могу сказать что сейчас можно трясти достаточно смело короче если вы катаетесь день по сельской дороге где целая куча ян колдовен рытвин то вам эта штука однозначно может зайти не могу в данный момент рекомендовать как она будет вести себя дальше я не знаю ну по первому впечатлению вещь годная кстати здесь еще регулировка идет вот относительно самого зеркала то есть если она вас тост толстая то вы можете под свой размер ее выставить вещь классная зачетная будем эксплуатировать очень большим минусом является то что во время движения под тяжестью смартфона зеркало постоянно уходит вверх если вы любитель покататься и смотреть зеркало заднего вида автомобиля то я не рекомендую вам эту вещь потому что однозначно она под своим весом будет уводить ваше зеркало пусть даже не вверх пусть если центр тяжести у вас будет находиться где-то в другом месте будет происходить явное смещение вы даже сейчас можете наблюдать эту картину я отвожу и смартфон возвращается под своим весом на то место где ему удобно если у вас зеркало фиксируется и можно его зажать тогда да эта вещь возможно вам пригодится и напоследок у нас осталось вот такая посылище и здесь находится автомобильный компрессор коробка слегка пострадала в дороге компрессор достаточно увесистый весит наверное около килограмма ну приблизительно плюс-минус манометр защищен пленочкой какая-то царапинка небольшая или это просто клей как пленки высыпайтесь так игла для меча разные штуковины для бассейнов кругов и тому подобное ну естественно стандартный наконечник для подкачки колес провод достаточно длинный если честно я не помню ссылка будет в описании можете все посмотреть узнать погнали тестить корпус компрессора выполнен из пластика но в целом качество сборки удовлетворительное процессе работы а точнее за три минуты пока качал пустое колесо до 2 2 атмосферы компрессор достаточно сильно нагрелся поэтому не стоит качать сразу 4 колеса лучше все таки немножко перебздить и подождать пока он остынет целом я доволен покупкой и сейчас случае жесткой необходимости всегда будет под рукой точнее в багажнике находиться компрессор ну а я всем желаю как говорится ни гвоздя ни жезла ну и конечно же хочу добавить про то как он шумит а шумит он очень знатно если вы это слушаете ночью или возможно кто-то испугаться может тогда сделайте тише ну как он тематическая распаковка понравилось я думаю да обязательно поставьте лайк напишите любой комментарий будьте моим подписчиком и вы принимаете участие на 150 российских рублей итоги подведем дней через десять на моем втором канале паблике vk а я с вами прощаюсь пока пока